Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем проходить кампанию StarCraft 2 Heart of the Swarm и у нас следующая миссия. Ок, нам дадут довольно интересного юнита и 10 левелов, ну может быть 11 если повезет. Ползучие плеточники и споровики могут выкапываться, перемещаться и пускать корни в новом месте. Пользуйтесь этим, чтобы сгруппировать оборону именно там, где это нужно. Ты пришла сюда в поисках силы. Она нужна мне, чтобы убить Менгска. Скажи, что я должна сделать. Сила, которую ты ищешь, гораздо древнее меня. Она не дается просто так. Чем ты готова пожертвовать ради своей мести? Всем. Всем. Ты чувствуешь силу? Она взывает к тебе. Иди же. Изначальные зерги узнали о твоем прибытии. Они движутся к тебе. Абатур, пришли мне то новое существо, над которым ты работаешь. Раевика. Выведен с использованием изначальной эссенции. Порождает саранчидов. Саранчидов. Так. Все закапываться умеют. Безначальные зерги нападают. Чтобы атаковать, Раевик должен окопаться. Вот и они. Тут все по-другому теперь, да, как-то. В синглплеере, ну, в синглплеере, да, или в мультиплеере, все как-то по-другому. Я иду. Они просто закапываются и сами поражают постоянно. Поискал изначальных зергов уничтожены. Путь свободен. Ну, окей. Выкапываемся тогда. И поехали. Нет. Вот. Мы закопались. А вот. Теперь выкопались. Хорошо. Я слушаю тебя. Идем дальше. Я сокрушу любые преграды. Добраться за догадочного, до загадочного омута. Ты уже близко. Приближается момент истины. Скоро мы узнаем, достаточно ли сильна твоя ненависть. Это омут. Изначальный омут рождения. Он существует с незапамятных времен. Именно здесь впервые возникли серги. Внутри него единая эссенция разделилась на несколько. Одна поглотила другую и стала сильнее. Стала первым зергом. Ты получишь силу, а потеряешь себя. Эволюционируй. Обрети новую форму. Выйди за грани. Рекомендация избегать омута. Каталитическая жидкость погубит тело королевы. Оно недостаточно сильное. Зато ненависть королевы достаточно сильна. И если я выживу, то стану намного сильнее, чем прежняя королева клинков. Иша, защищай Ули и Хризалиду, пока я не закончу или не погибну. Как прикажешь. Так, окей. Здесь у нас защита от летающих юнитов. Сюда бы поставить от не очень летающих защиту плёточники. Нам нужно больше роевиков. Их можно создать из личинок в инкубаторе. Давайте, в принципе, нет. Вот сюда нужно ставить. И наших роевиков закопаем здесь. Немного здесь тоже нам понадобится, да? Плёточник. Ага, плёточника нет уже. Сюда отправляем. Ага, плёточник, плёточник. Хорошо. Давай, закапывайся. В принципе, даже вот сюда. Нам опускаться сюда смысла вроде бы нет. Окей. Так, закапывайся, закапывайся. У какого входа? А, у этого. Ну, давайте ещё одного сюда отправим. На самом-то деле, вот так вот сделаем. И двоих здесь оставим. Окей. Окей. И королеву. Королеву тоже мы сюда. Эмм. Я что-то не понимаю в жизни. А, нет, нормально. Вроде плодятся сами. По странности. Всё равно это очень-очень странно. Окей. Мы первую атаку отбили. Давайте теперь построим ещё-таки парочку вот этих товарищей. Ну и побольше. Естественно, побольше рабочих. Рабочих. Без рабочих. Никуда. Да. Кстати, здесь ещё можно основать будет вторую базу. Да. Здесь вроде бы, по идее, к нам никто не должен пробраться. Ну, вот. Максимум, что сюда. Как я понимаю. Здесь, может быть, оборону выстраивать. Хотя, не знаю. Так. Им нужно, естественно, приказать ребятам плодиться и множиться, что ли. Я даже не знаю. Или они автоматом плодятся, когда, когда видят врага. Я вот что-то не понимаю. В синглплеере, в одиночке, они постоянно всё время плодятся. Чувствую, как с другой стороны водоёма собирается ещё одна стая изначальных зергов. Окей. Слушайте меня, большие зерги. Вы убили брака, но его стая выжила. Я объявляю его территорию своей, как и его эссенцию. Надеюсь, мы как-то вот так сделаем, пожалуй, пока что. На быстрой скорости, конечно, ещё играть не очень круто. Мы вступили в бой друг с другом. Мы не можем отвлекаться от защиты Хризалиды. Так. Ближнего боя, атаку дальнего боя. Давайте разойдём и панцири наземных войск. Вот это то, что нужно. И давайте газы ещё поставим один. Ну и побольше гробочек пока что. Кстати, у нас ещё один газ есть. Здорово. А я вроде как готов. Ну хотя, не очень, но всё же. Можно поставить ещё здесь пару плеточников. Это не плеточник. Плеточников, говорю, поставить. Парочку. Они, в принципе, наносят довольно некислый урон. И вот так вот. Королевы. Королевы, кстати, нам тоже понадобятся. Они очень, очень хороши. А блин, кстати, почему я зергов не строю? Это же просто дешёвая рабочая сила. Блин, ну вот тоже как-то странно. В синглплеере вот эти штуки порождаются постоянно. А не только когда видят врагов. Ну вот тоже. Беда какая-то. Так, где наши муталиски? Вся надежда на них. Давайте выкупаем этого товарища, посадим его вот так вот что ли. Не знаю. Как-то не очень круто получается. Так, ну побольше королев, чтобы можно было лечить. И плеточников. Тогда мы застраиваемся плеточниками вот так вот. А сзади в больших количествах будут у нас... Существо Исша. Важное наблюдение. Изначальная эссенция концентрируется в омуте. Можно использовать. Создавать стаи саранчидов. Защищать улей от атак. Приближается ещё одна волна изначальных зергов. Нужно породить саранчидов. Нахватывайся. Атакованный. Щелкните, чтобы породить саранчидов. Окей. Это у нас... Хм... Клёвый таракан. Пойдёт. Так. Пусть лечат. Хорошо. Будем использовать чаще. А... Надзирателей... Всех не хватает. Давайте поставим здесь... Лёточником. И... Будем... Расширять нашу территорию, на которой мы можем строиться. Хорошо. Тут вроде бы... Все остались живы, кроме парочки зергов буквально. Но это не страшно. Отправим сюда ещё одну королеву и двух королев. Вот сюда. Так. Здесь все закопаны, да? Всё тут нормально. Побольше рабочих. И... Побольше плёточников пока что. Потом... Чуть попозже, наверное, стоит... Будет... Нужно застроить... Этих... Как они называются? Споровиков, да? Парочку ещё. Хорошо. Сюда мы... Ещё одного за... Нет, 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 нет. Стая летающих зергов. Стая летающих зергов. Это... Плохо. Атакует улейку. Летающие зерги это нехорошо. Вот это стая была, да? Всё. Ну, вроде... Мы отбились. Так. Поражаем, поражаем ещё. Саранчу. И сюда ещё одного споровика, да. Это не споровик. Споровик. Тьфу, не споровика. Наоборот, как раз. Лёточника. Окей. Здесь. Всё нормально. И у нас резнулись... Наши тараканчики. Тараканчики. Не тараканчики вовсе. Ну, не важно. Так. Побольше. Блин. У меня, кстати, газ никто не добывает. Да. Я совсем забыл про газ. Тогда мы за такую наглость, за такое моё упущение поставим ещё. Рядом присутствие огромного изначального зерга. Похоже, он дикий. Предлагаешь убить? Неимоверная физическая сила. Полезная эссенция. Нужно получить. Это возможно. Но нам придётся пройти через зону конфликта между стаями брака и ягдры. Это нелегко будет. Конечно же. Но как мы тогда это сделаем? Тем более, пройти нам придётся в любом случае именно... Обе стаи идут на нас. Приготовьтесь отражать сразу две атаки. Это плохо. Надо строить тараканов. Они нам тоже немного помогут. Но, правда, да. Немного. И муталисков. Вот муталисков. Это... Универсальный юнит. Кстати, да. Которого мы пока что не можем построить. Потому что... Я совсем забил на развитие базы. Так. Тут мы ничего улучшить не можем. Хорошо. Давайте... Поражаем. Саранчилю. Да, нормально. Вроде мы пока что более-менее держимся. Газ добывают. Все рабочие. Хорошо. Вращение нашей королевы. Блонину завершено. Держите оборону. Побольше тараканов. Наши саранчилы куда-то тупо улетели, да? Нормально. Ну... О, кстати. Зерги. Вот. Зерги. Это здорово. Это вообще... Это с перерождением с этим очень классно. Так. Ну и теперь мы можем попробовать пойти в атаку. Я не знаю, получится у нас что-то или нет. Но мы можем все же попробовать. Эм... Еще бы вот муталисков. Немного хотя бы. Сколько у нас еще времени осталось? Нам не показывают, да? Или... Или показывают? Эм... Нет. Нам не показывают. Только сказали, что наполовину. Так. Так. Понятно. Здесь нужно ставить еще... Вот эти вот штуки стреляющие. По воздуху с паровиков. И... Ну... Куда? Давайте... Вот... Сюда, например, поставим. Наши войска атакованы. Хорошо. У нас есть уже... Ну... Небольшое количество. Угу. Вызываем подмогу. А вот этими ребятами сейчас мы полетим. Попробуем убить вот этого товарища. Не знаю, получится, не получится. Но попытка не пытка. Все, полетели, полетели. Быстренько, быстренько. Взяв с собой всех зергов. Так. Собираемся здесь. А тем временем нужно сюда... Вот так, кстати, зерга, зерга, зерга. Отлично. Сюда еще бы парочку нам вот этих товарищей. Ай-яй-яй. Надзирателя. Отлично. Все. Теперь мы можем... Попробовать прорваться. Нам... Да, вот сюда придется все равно идти. К изначальным зергам постоянно пребывает в откреплении. Давай-давай-давай-давай. Мы должны попытаться обойти их. Мы обошли вроде бы. Все. Теперь можем... Заняться... Заняться изничтожением... Ммм... Да. Отлично. Мы получили эссенцию, да? Да, здорово. Продолжу исследование эссенции изначальных зергов. Я даже, наверное, оставлю, может быть, вот этих товарищей здесь. Пусть... Пусть сидят. Почему бы и нет. Как у нас тут дела? Ну, в принципе, оборона вполне неплохая. Давайте теперь на эту сторону отправим... Вот этого. Как он? Как он? Рейвик. Ролевик. Хорошо, пока дела идут неплохо. Куда... Куда отправились, кстати, мои... Зергия. Атакованный. Так. Ладно. Зергов мы вернем тогда. Вроде бы нам больше ничего здесь не надо. Ага. Вот. Вот что нам надо. Это было очевидно. Поэтому давайте возьмем королевку еще одну. И нужно здесь сделать оборону. Ну, естественно, давайте немного муталисков сделаем. Это нам упростит... Немного, конечно, но все же упростит жизнь. Так. Сажаем. Как там? Ага, все. Вот это уже плохо. Куда? Куда мы пошли? Изначальные зерги разрушили завал. Защищайте хризолиду. Защищаю хризолиду. О, кстати, вовремя. Очень вовремя. Это действительно. То, что было нужно мне сейчас и здесь. Наша королева начинает пробуждаться. Так. Подмога. Игра сохранена. Оу. Блин, нужно было здесь оборону делать. Да. Ну, это финал уже, да? Я понимаю. Даже не знаю. То ли зерлингов, то ли вот этих товарищей. Делать пачками. Наверное. Так. Так. А, мы отбились. Мы отбились. Окей. Неожиданно даже как-то для меня. Хорошо. Тогда, тогда строим здесь вот эти вот противовоздушные пушки. и, и, естественно, надо из, надо плёточников, да? И им побольше. У нас здесь куча зергов повылупливалась. Можно их пока сюда отправить, да? Это как раз очень, очень кстати будет. И, да, у нас большая довольно уже армия. Атакованный. Так, так, так. Кого, 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 кого? Берём побольше. Блин, тараканы. Вот тараканы это сила. Нужно было, наверное, начинать строиться с тараканов. Побольше королев. Сейчас они мне очень пригодятся. Здесь есть парочка противовоздушных юнитов. И, в принципе, это нормально. Этого должно быть достаточно. Зерлингов отправим. Мы можем породить ещё вот этих вот ребят. И, о, отлично. Ещё муталиски. И теперь здесь выстраиваем просто армаду плёточников из трёх штук. Так, поехали, поехали. Ещё один плёточник вот куда-то сюда. Отлично. Здорово. Пока что всё хорошо. Чего нам не хватает? Нам газа не хватает. Ну окей, тогда на сдачу зерлингов встроим. Убирает войска. Они приближаются к нашему улью. Так, хорошо. Всё пока что идёт отлично. Сюда ещё две королевы. Очень кстати будут. И... Три. Одну, значит, сюда отправим. Муталисков сюда, да. Для защиты ещё одну как раз королеву. Третью нормально. То, что нужно. Ещё парочка. Нет, нет, нет. Не рабочие. Зерги. Зерги надзирателей не хватает, да? Куда, кстати, надзиратели деваются? Я что-то так и не понял. Или... А, они сами куда-то улетают назад. Прикольно. Так. Тут всё под контролем. Да и здесь, в принципе. И здесь всё хорошо вроде как. Да, пока что всё... Всё более чем чудесно. Сюда бы ещё парочку... Вот этих вот... Закапывающихся. Атакованный. Может пойти в атаку здесь? Не надо. Давайте я, наверное... Муталисков верну на родину. Так. Куда бы ещё тут зергов отправить? Всё нормально вроде бы. Пока что идёт... Целые пачки зерлингов. А, вот это здорово. Ощищайте хризолиду. Рой победит. Рой победит. Так, тихо-тихо. Не надо подходить слишком близко. Отлично. И вот этих вот четверых мы сюда закопаем, поставим. Супер. Оставшихся сюда. И вот этих вот ребят закапываем. Ну, конечно... Конечно, вот этого давайте, наверное, выкопаем. И отправим его... Назад, назад. Ага. Не понял. Не отправим его. Мы выиграли, да? По идее. И королева клинков снова вернулась. Теперь у неё хоть прическа будет классная. Прав Etlipop. Погодаwa. Погода-то реширела. Прис понял sonic даже. Не готов Ю belief. Уиграя. Почему Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Иша, что делает изначальный зерк на моем Левиафане? Я Дихака, тот, кто собирает. Я убиваю, беру эссенцию. Я пришел к тебе, потому что чувствую, что ты изменилась. Весь Серус чувствует это. Весь Серус боится этого. Но ты же не боишься меня, а, Дихака? От тебя исходит свет. Я буду следовать за тобой, пока ты приносишь эссенцию. Что ж, я заключала союзы на более шатких условиях. Оставайся. Вздумаешь предать меня? Твоя эссенция станет моей. Так, хорошо. Ты переродилась. Теперь ты глава стаи. И сила твоя безгранична. Кажется, я могу раскалывать планеты. Стала ли ты равной Амуну, который когда-то управлял тобой? Он никогда не управлял мной. Я ощущала влияние. След тьмы, которая давно отступила. Амун погиб до того, как меня заразили. Надеюсь, потому что он правда мог раскалывать планеты. Так, с ним мы поговорили от Дихака. Думаешь, оставшиеся главы стай присоединятся ко мне? Они камень, дерево, гора. Они встанут на пути ветра, чтобы стать сильнее. А ты? Я Рига. Я обойду препятствие, чтобы получить эссенцию. Теперь главы стаи ничего не могут противопоставить рою. Они собирали эссенцию тысячи лет. Они ослеплены, но не глупы. От тебя исходит столько силы. Больше, чем когда-либо было у королевы клинков. Все стало по-другому. Раньше я всегда могла слышать Рой. Управлять им. Но сейчас я его чувствую. Я сама Рой. Страшно это такое. Стало, правда. В костюмчике Теранском было поприкольнее. Так, вы не можете выбрать их? После прохождения испытаний на Зеросе. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут. Раевик. Закапывание. Вот такой вот Раевик похоже как раз в синглплеере и в мультиплеере. Это тоже весьма интересно. Могут атаковать наземные воздушные юниты. Ну, это еще круче, наверное. Даже не знаю. Очень классное оборонительное сооружение получается. я выбрал, получается, да? Да, хорошо. Аббатур. Цепочки генов изменились. Перестроены на базовом уровне. Сильнее, чем Королева Клинков. Генетическая структура сложная, но гармоничная. Совершенно другая. Да, я другая. Я не подчиняюсь никому. Когда артефакт Дзелнага вновь сделал меня человеком, он очистил меня от влияния Амуна. И это позволило мне стать чем-то большим. Взять образец. Новый генетический материал. Даже не пытайся. Ты никогда не сможешь понять мою новую природу. Тяжело признать. Новая структура не поддается осмыслению. Вернусь к работе. Окей. Новых эволюций у нас тоже пока что нет. Смотрим, что у нас дальше. Поздравляем. Мне пришло. Пора встретиться с оставшимися главами стай. Возьми то, что принадлежит им. Определи судьбу всех зерков. Ну, это мы оставим на следующей серии. Ладно, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok